Ну, романтическая атмосфера царит не только в нашей студии сегодня, но и на улицах Красноярска. Наш корреспондент Тире Амур, сегодня так мы ее назовем, Татьяна Рябова, находится на прямой связи со студией. Вот она уже появилась на ваших экранах, и по идее-то она должна рассказать, что творится сейчас на центральных улицах города, готовы ли наши красноярцы... Есть ли вообще красноярцы, которые прямо сейчас на весь Красноярский край готовы как-то необычно поздравлять? Доброе утро, уважаемые коллеги, доброе утро, дорогие телезрители. Всех поздравляю с Днем Влюбленных. Сейчас я нахожусь на пересечении улицы Мира и Перенсона, и нахожусь здесь, конечно же, не случайно. Вы можете видеть, что позади меня находится очень известный фонтан, который называется Адам и Ева. Но вот многие красноярцы прозвали его Валентин и Валентина. Находимся мы здесь, конечно же, не случайно, потому что это место, излюбленное место встреч всех влюбленных, символизирует оно, конечно же, нежность. Символизирует оно, конечно же, любовь и страсть. И вот это место, место встреч всех влюбленных. И рядом со мной сейчас находится влюбленный мужчина, который хочет признаться в любви на весь Красноярский край. Но признание это будет необычное, потому что оно будет адресовано не нашей телезрительнице, а оно будет адресовано нашей ведущей, которая будет вас каждое утро. Нашей ведущей Настасии Поползиной. Настя, привет. Я пришел с детьми сегодня поздравить тебя с праздником, признаться тебе в любви. Я тебя очень люблю и очень жду тебя с работы, скорее домой. Мы тоже тебя любим, мама. Отличное поздравление. У меня лично мурашки идут по коже. Денис, хочется представить человека, который сейчас находится рядом со мной. Уважаемые телезрители, это Денис Поползин, а также это Вася и Федя. Денис у нас является супругом Настасии Поползиной. Денис, ну хотелось бы еще, конечно же, у вас узнать по поводу ваших отношений с Анастасией. Вот расскажите, как вы за ней ухаживали в момент вашего знакомства и как продолжаете за ней ухаживать? Мы знакомы очень давно, уже, наверное, лет 16. Как я там за ней ухаживал? Ну, наверное, как и все мужчины, дарил цветы, ходили на свидания. Также мы путешествовали много. И, так сказать, начало наших отношений было очень бурным и веселым. У нас была очень активная жизнь. Сейчас у нас семья, дети, мы, конечно, остепенились. Но, тем не менее, все равно у нас достаточно насыщенная жизнь. Как вы считаете, вообще делать какие-то романтические поступки важно? Это уже вот парень, которая в браке много лет. Ну, я думаю, конечно, это важно для всех. И для тех, кто только что влюбился, и тех, кто уже в отношениях много лет. И, ну, я знаю, что для моей жены все-таки более важны именно поступки, нежели признание и слова. Федя, ну вот вопрос к тебе. Давай еще раз, наверное, маму поздравим, признаемся и в любви. Сегодня такой отличный праздник, День Святого Валентина. Поздравляю тебя, мама, с 14 февраля. Вообще маме помогаете, например, по хозяйству, еще чем-то? Ну да, как минимум я мою за себя и за вашу посуду. Отлично. Денис, еще один вопрос к вам. Вот назовите три качества, за которых очень любите Анастасию. Ну, я ее люблю за ее ум, за ее красоту, безусловно. Ну и за ее заботу. Я очень ценю, когда она обо мне заботится. Вот сегодня у нас День Святого Валентина. Такой очень яркий праздник. Как сегодня его будете проводить? Что будете делать? Честно говоря, мы еще не придумали. Вот, потому что мы только проснулись и бежим в школу. Ну, что-нибудь придумаем, наверное. Что-то романтичное, да? Ну да, вечером, ближе к вечеру, когда дождемся мамы с работы. Уважаемые коллеги, я поздравляю весь наш край, всех наших телезрителей с Днем Святого Валентина. Любите, будьте любимы, выражайте свои чувства. И, конечно же, я благодарю сегодня нашего героя Дениса и Василия и Федора, что они сегодня вот такое раннее утро вместе с нами. Всех поздравляю с Днем Святого Валентина. На этом у меня все. Коллеги, вам слово. Огромное спасибо. Это было очень неожиданно. Я не знаю, знал ли ты об этом. Я тоже был не в курсе, я испытываю такое же недоумение у меня. Что вообще происходит? На самом деле, вот знаешь что? Классный, Крис. Что? Я вот тоже, знаешь, возьму сейчас и воспользуюсь случаем. Возьмите меня вот на эту камеру, я сейчас повоспользуюсь служебным положением, что называется, в полной мере. Дорогая моя супруга, Татьяна Гробовецкая, я тебя люблю. Люблю больше всех на свете. Люблю тебя и наших детей. В этот день всех влюбленных я хочу тебе сказать, что у нас дальше стартует розыгрыш пригласительный парк «Сады мечты». Ну, это была шутка. Солнышко, Танюшка, я тебя люблю. Ты самая лучшая женщина на свете. Все, воспользовались служебным положением. Далее по сценарию поперли. Поехали.